Всем привет! Итак, у меня тут весьма запоздалый, но все же обзорчик на лучший на данный момент уничтожитель баз в этой игре. Торнадо EDS Marine Flagger. И, простите меня за мой немецкий, этот замечательный самолет давался нам за несложный новогодний мирофон на рубеже 2022 и 2023 годов. А, замечательный он, потому что, по моему мнению, это лучший реактивный высокоранговый уничтожитель баз в этой игре. Он имеет бомбовую нагрузку в 5 тонн, его бомбы несут 3 тонны взрывчатки, то есть 2 базы мы уничтожаем по-любому. Его боевой рейтинг 10,7, а не 11,3, как у других торнадо. А это значит, что мы будем часто попадать в топ к премам, что на 9,7 летают. По крайней мере, я очень часто попадал на него в топ. А вот тонклетов я вижу очень редко. Наша скороподъемность очень хорошая, до баз мы залетаем одним из первых. Уничтожаем, получаем свой опыт и серебро. И летим спокойно дальше. Две ракеты АМ-9Л, это очень прекрасно. Всеракурсные, с отличной маневренностью. Дальние ЛТЦ, что таить, они уходят куда реже, чем советские Р-60, которым, кстати, достаточно буквально одного сброса ловушек. Но наши АМ-9 его не такие. Из минусов можно отметить отсутствие тормозного парашюта и не очень неэффективный воздушный тормоз. Лично мне было достаточно сложно остановить этот самолет. Да, и маневренность у нас здесь посредственная. Две ракеты и проходные атаки. Это все, на что мы можем рассчитывать. По тактике, то все максимально просто. Взлетаем и идем бомбить брожеские базы. Прямо сразу, напрямик. Вряд ли кто-то сможет нас обогнать, разве что это не другой такой же торнадо. По пути можно снести пару фантомов, миланов или тендерчифов. Ребята, без ЛТЦ это наша приоритетная цель. Конечно, если вражина умный, он может законтрить твою ракету путем пуска в нее словить. Но таких людей очень мало. Зачастую видишь F4, Си-Фантом. Считай халявный фраг. Но в то же время, если попадаешь против команды США, тебя ждет огромное количество интрудеров и А-10, которые пустят тебе те же самые эльки. И у нас уже, конечно, есть ЛТЦ, и в большинстве случаев мы от них уйдем. Но Вар Тандер может сделать все по-своему, и ракеты тебя настигнут. Грустненько, конечно, но иногда это может сработать и с нашими эльками. С нашими АМ-9Л, я имею ввиду. К сожалению, самолет сидит на восьмом ранге, и вряд ли получится качать на него ветку Германии. Зато, если у вас уже выкачан шестой ранг авиации Германии, то это неплохой способ докачать эту ветку. Ну, по крайней мере, так будет проще, я думаю, играть, чем ты будешь качать... Точнее, чем ты будешь докачивать на СПСК или МГ-91. Ну, там, наверное, это вообще невозможно. У меня вот, например, как раз Германия была прокачана до шестого ранга, и я сейчас неплохо так могу ее докачать. Только дождусь скидок на Талисмана, и я обязательно воткну его на этот Торнадо. Вообще, получается, конечно, странное дело. Самолет в плане прокачки был бы реально хороший. А что, отбомбил две базы, сбил кого-нибудь элькой, и получил свои 10К опыта. Но то, что он акционный, делает его каким-то бессмысленным, что ли. Если ты наиграл на другой нации и получил его за марафон, то, кроме как по фану, на него больше никак не поиграешь. Качать на него ветку не получится никак. Так он и останется у тебя до лучших времен. Грустно это. Хотя, как говорится, дареному коню зубы не смотрят. А вот что касается ракет Крамаран, то это красивая, ну, как по мне, бесполезная фигня. Я ради прикола зашел на него в полигон, потестить их, и выпустил 4 ракеты по двум кораблям. А в итоге я не смог забрать вообще ни одного. На этом тесты ракет я решил прекратить. Лучше уж базы бомбить. Он будет реально профитней. Короче говоря, самолет в чем-то очень крутой. Я думаю, хорошо подойдет для выполнения боевых задач по уничтожению баз. Ну, или количества сброшенных бомб на марафонах. Если, конечно, такие еще будут задачи. А на этом у меня все. Поставь лайк, подпишись на канал. Всем удачи и бага-бага. Продолжение следует...